Утром уже 27 числа мы стояли в очереди и заходили в окружную комиссию, но хочу добавить, что до этого явно было видно, что работа окружной комиссии тормозится и избирательные комиссии участковые, которые приезжали за любое техническое там погрешность или небольшие ошибки, которые не влияли на волеизъявления людей, их возвращали на доработку. Когда вы обнаружили, что членов комиссии нет? Ну, мы обнаружили не сразу, но потом вышел представитель окружной комиссии и сказал, что ситуация такая, что вот покинули нашу комиссию около 8 человек избирательной комиссии, и те 8, которые остались, они по избирательному закону не имеют права принимать, потому что нету кворума. Вот фактически целый день подсчета не производилось, обработки протоколов не производились. Почему такая задержка, почему не можно было набрать новых членов комиссии, чтобы продолжить работу? Для нас это было тоже загадкой. Были официальные наблюдатели, мы через них вышли на центральную избирательную комиссию, и от представителей участковых избирательных комиссий задавали вопрос, почему не назначается. Было два варианта. Или уменьшить по решению центральной избирательной комиссии количество окружной комиссии, там до 12 человек, и тогда те оставшиеся люди, они имели право продолжить принятие протоколов, или прислать новых людей, или назначить и продолжить работу. Все это должно было решиться в центральной избирательной комиссии, сами члены комиссии округа, они не могли принять такое решение? Нет, не могли, потому что эта функция только центральная. Она назначает окружную комиссию и может делать изменения в этой окружной комиссии. Нам по разным причинам объясняли, то нету кворума в центральной избирательной комиссии, то еще какие-то процессы. Где-то после трех мы узнали, что назначено наконец-то заседание центральной избирательной комиссии на 19.00, на которой будет решаться судьба нашего окружкома. Ситуация, что мы сутки пробыли в окружкоме, не было условий, не было даже горячего чая или каких-то это. Спасибо общественным организациям, когда они узнали эту ситуацию, начали нам подвозить сухие пайки, чай. Возомновилась работа где-то около 21.00, окружная комиссия начала работать, причем начала работать очень эффективно и быстро. Один членной комиссии, он заходил на сайт центра избирательного комиссии, посмотрел цифры, и они не соответствовали, что у него есть реальность в документах. То есть это подняло бурю, он понял, что здесь что-то не так. Это вызвало сомнение? Да, это вызвало сомнение, это вызвало такой резонанс, что начали все подниматься, и туда подъехали уже активисты и от ветерана Афганистана. Они подъехали, они блокировали, старались блокировать площадь, для того, чтобы никуда больше никто не сбежал, ничего не вывезли. Давайте поговорим о личности главы комиссии, которая сбежала, Анатолий Яцков. По вашему мнению, почему он сбежал, и кому это может вообще быть выгодно? Ну, я не знаю конкретно каких-то фактов, то, что я говорю, это я просто говорю то, что действительно общественность говорит мне. Насколько я знаю, насколько говорят, что это доверенное особо оживание, это родной брат Яцкого, который был главой комиссии, который сбежал. И поэтому, естественно, факты о том, что члены комиссии, которые сбежали, тоже были вроде бы отживания. На данный момент, как я поняла, их местонахождение установлено. Никто никуда не убегал, никто никого не похищал. То есть они покинули просто местность, если бы все были проводить по счету. Вот и все. Никто не пропадал. Они все находятся по месту. Причины там каждый по-разному. Насколько мне известно, там сказали, что все они ссылаются на то, что они по состоянию здоровья, ни в состоянии выполнять возможные функции. Вот это все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok